26 апреля 1986 года стало трагическим днем в истории Советского Союза и всего мира. В этот день произошла авария на АЭС в Чернобыле. Огромные территории вокруг станции стали запретной зоной. Ученые недавно запустили проект, чтобы узнать как можно больше о фауне этого пустынного места. Получается, что присутствие людей влияет на животный мир гораздо больше, чем радиация, ведь в Чернобыльской зоне были представители фауны, которых там не наблюдалось более века. За последние 30 лет количество животных в запретной зоне значительно увеличилось, что говорит о том, что радиация не оказывает такого пагубного воздействия на дикую природу, как вмешательство человека. Ученые отслеживали популяции животных, отслеживая следы на свежевыпавшем снегу. Также в ноябре прошлого года в украинской части зоны установили 42 камеры. В ходе исследования выявлено, что в лесах Чернобыля значительно увеличилась численность кабанов, волков, косуль и лисиц. Кроме того, здесь были обнаружены редкие животные, годами не появлявшиеся в этих местах, европейская рыси бурый медведь. Джим Смит, профессор Портсмутского университета, утверждает, что эта авария создала что-то вроде природного заповедника, мы не говорим, что радиация это хорошо. Но отсутствие человеческого влияния позволило увеличить популяцию животных. В Чернобыльской зоне даже успели сфотографировать зубров и лошадей Пржевальского. Как видите, иногда человеку может быть гораздо хуже, чем радиоактивное заражение. Мы должны думать. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.